Привет, зритель! Сейчас тебя ждёт мой уход на февраль. У меня тут целая баррикада чего на февраль. Кремик, допустим, вот этот за рук на февраль. Вообще, кремиков за рук, слушай, зритель будет дофига. Почему? Потому что у меня тут четыре места бытия этих кремиков. Это у нас и фроше, молочко этого самого миндаля, кстати, на лапу помазать. А то я что-то не помазала их, когда собиралась. Он обалденно вообще пахнет, впитывается, кожа на руках ощущается такая, в общем, как после маски из тех пустых баночек, с карите, с этой самой, блин, фирмы Kiss Beauty. Если интересно, глянь, пустые баночки. Не сначала, а будут пустые баночки, потом вот это вот. Тут немного что-то не хватило на костяшки. Единственный у него минус, он иногда очень много выдавливается. Вот сейчас я приноровировалась, аж чтобы чуть-чуть выдавливалась. Так, как надо. Но у меня первые два раза выдавилось так, что мне пришлось ещё и колени помазать, и руки до локтя намазать, и ещё куда-то девать. Это подарок от подписчицы Светы. Ифрашевская лимитка этого года, ну, в смысле, вот этого года. Так-то она прошлого года считается, но новогодняя лимитка. Я давно так что-то кремики для рук и вообще Ифраши не юзала. Сама, в смысле, не покупала. И вот тут внезапно в подарок получила. Нежный миндаль, крем для рук 30 мл. Классно вообще. Я помню, мне новогодние лимитки Ифрашевских кремиков не особо нравились. Они были парфюмированы и как бы ни о чём. А вот просто кремики, очень даже ничего. И вот это вот как раз та самая версия, когда очень даже хорошая. Он слабо такой парфюмированный, удобный, кстати, флакончик. Ну, вот можно поставить, так прикольно стоит. Он у меня будет на феврале, он будет стоять вот на этой тумбочке. Встаёшь утром, ну, как бы перед, точнее, идёшь вечером спать, руки помазал. Встаёшь куда-нибудь, куда-то идёшь, вот так. Тут крем ближе, руки помазал, если надо там на улицу перед выходом. Вот этот подарок от Катюши. Это у нас кейс-бьюти, хан-крем, так, протеины и уход с алоя. Он у меня лежит в сумочке, вообще, ну, как бы в рюкзачке, который мне подарила подписчица Наташа, если имя не путаю, по-моему, Наташа, на ДРФ в прошлом году. Да, подарок в подарке лежит. И я с ним таскаюсь, ну, как бы куда-то идёшь, едешь так, и чувствуешь, что надо руки помазать. Или там в гостях, и понимаешь, что надо руки помазать. Не всегда же есть возможность и позволяет религия спросить, а у вас есть крем для рук? Вот, ну, у близких родственников, когда я в гостях, я иногда, если мне надо, я прошу крем для рук. А так, ну, иногда там и ваше у кого-то религия запрещает. Мало ли чё. Ну, а тут свой кремик в сумочке валяется. Это на февраль. Это от Светы. Там был целый наборчик. Если интересно, глянь по ссылочку. Где-то перед Новым годом было. Сейчас найду. Мэри Кит. Фирма. Это тонер. Не надо драть обои у кровати. Кошка там была, ты, наверное, это не видел. Но, возможно, слышал. Короче говоря, тонер, как я узнала, это типа тоника, только более густой. Но этот тонер, он как обычный тоник. Хороший тоник. Я им протиралась перед тем, как заснять видео. Ещё потом про ещё одной штучкой намазывала фейс. Тоже из этого набора сейчас покажу. В общем, 50 мл. Экономичный тоник. Хороший, так вот, с плечиком. Спасибо, Света, вот, мне понравился, как уход. Он у нас в феврале был отвезутся. Потом после тоника, вообще, если лечебно, то там прям инструкция по применению есть. После тоника мы наносим эту сыворотку. Сыворотка похожа на такой, как вот алоэ гель. Вот бывают такие бамбуковые гели, по типу как алоэ гель. Вот, допустим, как алоэ от Холики-Холики, или там Ла Ферма, или что-то подобное, вот этих корейских фирм. Бывает такой с огурцом, с бамбуком, с алоэм. И вот тут что-то похожее. Вот по консистенции такая вот, прям просто такой гелик. Быстро впитывается, хорошо увлажняет. Хотя вот её юзаю, иногда вот понимаешь, что надо ещё кремиком намазаться потом. А иногда понимаешь, что и сыворотки вполне за глаза и уши хватит. Но если у тебя надо лечебный эффект, то только хардкор пенка, тонер, сыворотка, крем. Потом маска, смываешь маску и опять повторяешь. Либо маску не наносишь. В общем, вот маска у меня идёт в запасах пока. Я её ещё не пробовала. У меня там другая маска, тоже, кстати, цветы. Вот это вот сыворотка. Морикит. Я сижу далеко от камеры. Но вроде как вижу, сейчас увидела, что видно. Там вот оно. Кто-то из... Ну, Аня просила, чтобы сидеть подальше от камеры. Вот сижу подальше от камеры. И уже кремик тоже вот этот, морикит из этого же набора. Нежненький, хорошенький кремик. Быстро впитывается. Хорошо вот так вот на кожу смешанного типа идёт. Тоже от цвета, соответственно. И вот он в феврале будет юзаться. И ещё, кстати, от цвета. Просто я сначала им пользовалась, а потом тем попробовала. И когда вот мне надо чисто вот... Ну, я понимаю, что кожи хватит чисто такого увлажнения от тонера. Я использую его. А когда понимаешь, что там надо ещё и кремикам, или вот сывороткой, или тем и другим заодно, то я те беру. У нас мизон. У мизона у меня, по-моему, умывалка была. Товарищ, зритель Влад дарил пару раз умывалку. Мизон такая хорошая умывалка. Не помню, какая она вообще была. Но помню, что от мизон. Тут такой гелеобразный тонер. Он очень густой такой. Он напоминает, как вот я делаю себе тоники. Его в этот раз в уходе не будет, потому что, я думаю, мне этого вполне хватит за глаза и уши. Берёте алоэ-гель и немного его разбодяживаете водой. Можно это делать до состояния чисто такого жиденького, лёгкого гелеобразного тоника. А можно сделать до такого более густого гелеобразного тоника. И вот такое вот гелеобразное оно. Универсальная такая штука. Протёр лицо, оно и как действует, как алоэ-гель. И как тоник. И как тоник, и как крем, и как сыворотка, мне кажется. Такая очень прикольная штуковина. Это у нас коллаген. Сила коллагена, лифтинг тонер, мизон. Интенсив. Солюшин, бла-бла-бла. Вот. Тут фиг знает сколько миллилитров. А, 40 миллилитров. Он где-то наполовину у меня сейчас. У меня светло-фиолетовый цвет вот с левой руки идёт. Я вот так смотрю сквозь него на камеру между этого света, между этой лампой. Такой обалденный свет. Такой вот черно-смородиновый. Вот берёте чёрную смородину, с сахаром мешаете. Вот примерно то же самое будет. По цвету. Спасибо, Света. Снова от цвета. Я его то пользую, то не пользую. По большей части забываю. Это у нас от Pierrico. Ночной флюид восстановления и детокс. Как-то он у меня очень сильно ощущался на коже. Я его смыла. До четырёх что-то не могла уснуть. Смыла его нафиг. Потом подумала, может, его использовать как маску, потому что он ощущается на коже. А иногда его так наносишь, не ощущается. Но утром, когда умываешься, понимаешь, что он на коже был. Он есть, он не впитался, и его смываешь уже так вот. Ну, смывается он, короче. Какой-то такой уход, который нанёс, он не впитал. Часть впиталась, часть не впиталась. Интересная хренатень. Я думаю, что, может, я его буду даже юзать чисто как вот. Нанесла минут на 15, подождала, потом смыла. Потому что, когда смываешь, кожа такая клёвая. Ну, вот когда я в 4 утра смыла. Не стянутая, ничего. Но вот как-то я его по большей части ощущаю на себе. Я не поняла пока, с чем смыла. А может, когда я не высыпаюсь, я его ощущаю на себе. Я иногда, когда плохо у меня со сном, ну, бессонница, там, что-нибудь болит. И я ещё при этом сильно мозги загружаю, работая с компом. Или что-то. Или физическая нагрузка. Вот летом, когда просят помочь, а отказать уже не понимаешь, что даже когда отказываешь, всё равно тебя никто не слышит. То я каким-нибудь кремом руки мажу, и я потом его внутри ощущаю. Вот когда гиперусталость, с некоторыми вещами такое бывает. Я подумала, может, потому что я не выспавшаяся была несколько дней. Поэтому я его на себе так подчуяла. Хрен знает. Ну, сначала хотела пустые баночки отправить. Потом решила, что чисто даже как маску его можно юзать. Ну вот, такая штуковина. Так, у меня самопальный дезик. Надо будет туда ещё добавлять эфира и воды. Он тут был с маслом мяты, и там у меня что-то масла мята было мало, а в калит ещё был. Во флакончике от Шарм, Гринвэя. Дезик-спрей, самопальный. Так, вот это у меня лежит на кухне сейчас. Кис Бьюти, крем для рук протеина и уход 30 мл коллаген. Он лежит на кухне, это тоже подарок от подписчицы Катюши. Как я думаю, ты уже понял, зритель. Спасибо, Катенька, хороший кремик. Вообще, вот эти все, весь наборчик очень обалденный. У них быстро впитываются, приятный аромат, хорошо увлажняют ручки, классные кремики. Вот он на кухне лежит. Потому что на кухне что-то я большую часть времени провожу, я там монтирую, я там что-то готовлю, я там что-то ем. Я там иногда эти хавчики на камеру пишу, у меня есть 3 штуки, всё никак не смонтирую, извините, постараюсь сделать. И иногда вот, ну помоешь посуду, так что-то, иногда сидишь, блин, чувствуешь, что на руки помоешь. А крем рядом. А вот этот кремик, тоже Кис Бьюти, с гиарлоновой кислотой, пахнет арбузиком, почему-то. Он у меня лежит на компьютерном столе, с которого я вот в комнате, где я сейчас нахожусь, и с компа, с которого я сейчас стримлю. И последние 3 стрима чего-то зависали. Хотя, если на этом было всё ништяк, ну ладно, мало и всякое бывает. Короче, вот этот кремик, Кис Бьюти, он у меня лежит для ручек. Лежит на компьютерном столе. У меня тут сумочки таскаются от подписчика Сергея, бьюти-визаж, бальзам для губ, омолаживающий. Когда я его наношу на себя, так и чувствую, как я омолаживаюсь, лет так на 45, у меня 38. Он очень туго ложится на губы, мне это не нравится. И иногда он скатывается в полоску. Когда скатывается, когда нет, и его ощущаешь на губах. Вот есть помады, которые ощущаешь на губах. У меня сейчас Art Essence, блеск для губ, шайн-шайн-шайн, его не ощущаешь на губах вообще. А бывают такие, которые вот ощущаешь на губах, и вот записал ролик, и хочется быстрее его смыть. Этот бальзам, блеск, помаду, ну в общем. Тут точно такой же, вот на улицу выходишь, и его на себя ощущаешь. Ну, хотя у него, ну как бы приятный такой аромат, не сказать, что такой какой-то мерзкий. Ну, нормальный такой аромат, но вот он очень туго наносится, он какой-то очень такой крепкий. Даже когда очень тепло, он всё равно какой-то крепкий. Ну, я не знаю, что туда добавили. Обычно оно как-то, может туда воска больше, чем нужно добавили. Я как-то лоханулась, забыла, в какой пропорции, что я вообще кокосовое масло в воску добавляю. Делала дезик восковой, ну дезик, для дезидорирования подмышек, скажем так, да. И он у меня вышел вообще вот как свечка. Я думаю, блин, а почему же у меня так вышел? А я же туда никакого масла не добавила. И вот тут примерно так же, наверное. Ну, и то воск там как-то полежит на батарейке, всё равно как-то мягче становится. А тут ни то, ни всё. А дома я юзаюсь иногда на улицу, потому что мне он очень нравится. Мне очень нравятся бальзамчики и фраше. Я что-то так давно их не покупала, как-то делала себе сама. Эти бальзамчики для губ как-то я не геморилась. А тут тоже это наборчик был. Вместе вот где он тут. С этим кремиком. Это и фрашевский такой новогодний наборчик. Это вот как раз от Света подарок. Он такой нежный, его дофига. Он мягко наносится. Его не ощущаешь на губах. Губы увлажнённые. Он нейтрально, обалденно, приятно пахнет. И по вкусу такой же. Очень мне нравятся вот такие стики и фраше. Я помню, у меня был бальзам с вишенкой. Он красненький был. Он лёгкий такой цвет давал. Ну, такой лёгкий бальзам с светом такой. Блеск с бальзамом. Не пойму, как, не знаю, как назвать. Но он тоже очень увлажнял. Он не скатывается ни в какую полосочку. Его на губах не ощущаешь. Вообще обалденная штука. Иногда просто дома чувствую, что у меня губы какие-то. Ну, не такие. Я его юзаю. Но вот сейчас вот как бы тот у меня в сумочке болтается. Мало ли там чё куда. Вышел из гостей. Особенно если хавал попутно или чай пил. Надо губы намалывать. Перед выходом так наюзаться. А это у меня на выход просто здесь вот стоит на этой тумбочке. Я его использую. Очень классно. Спасибо, Света. Он ещё заслюдирован. Ну, февраль не начался. У меня там ещё тот немножко остался в пустых баночках. Если ты смотрел, то вот в курсе. Если не смотрел, то глянь. Mix it just... В общем, просто гель для душа. Да, вот тут этот водная дыня. С ароматом арбуза и с экстрактами клубники и манго. Это русская фирма. Mix it 300 мл. На целый месяц за глаза и уши хватит. Это подарок от Катюши. Таким было два гелика. Очень классный гелик. В феврале буду такой же юзать. Так, у меня тут баночка. Вообще их две одна в запасах. Я её вчера даже поюзала. Это от Пулечки. Organic Kitchen от Organic Shop. Шлейф из звёзд. Крем духи для тела. Органический жасмин. Мускатная роза. Первый раз вообще пользуюсь крем духи. Он так вот, когда открываешь, он очень тонко так пахнет. Практически не ощущаешь. А на коже он пахнет обалденно приятно. Вот так вот розой и жасмином реально. Такой немножко горьковатый аромат. И я тут после ванны вчера или позавчера его завязала. И вообще обалденно так. Кожа мягкая, нежная с него. И я его буду юзать, как крем для тела. После душа или после ванны, когда вот по желанию он понадобится. Иногда просто выходишь из душа и понимаешь, что местами надо бы чем-то намазаться. Иногда. А его я тут после ванны вышла и просто попробовала. Я поняла, что вообще везде хочется намазаться. Даже надо, не надо. Очень классная штука. Спасибо. Очень понравился. И вот он будет в феврале юзаться. Закончится. Другую баночку открою. У меня будет тоже от поли. Дримнатур. Соль для ванн с экстрактом пихты. Я её ещё не открывала. Но я открывала кое-что другое. И вот я буду принимать ванны в феврале с солью. С пихтой. Так-с. У меня тут пена, кстати, тоже от поли. Комплимент. Пена для ванн противопростудная. Малина и эвкалипт. 500 мл. Я обычно вечером из ванну принимаю, то пеня потом бодрит. А тут я днём. Ну, не то, чтобы перед сном где-то вот. Перед сном принимаешь ванну, потом часа 4 не спишь. Я тут часов 5, что ли, в ванну. В 6 залезла в ванну. Минут 15 поотмокала. И меня что-то потом срубило к чёртовой бабушке. В смысле, я вот, ну, бодрячком была, но мне что-то так потом спать захотелось. А может ещё я чихала немножко, потом уже перестала чихать после неё. Классная пена вообще. Нежная, классная. У меня ещё кошка. Кошка несёт котёночка. Мне. На кровать. Не знаю, видно было, не видно. Может, не видно, потому что она тут немножко подальше от камеры. Вот сейчас видно. Короче, она смотрела, смотрела, смотрела. Я так встаю, она всё пытается ванну к этой пене, не понимает. Я беру кошку, так её и немножко окунула. Кошка минуты 3 не догоняла. Чё, ну, я её где-то так вот по передней лапе, передней лапе она не намочила. Пена там, правда, на неё попала, я её и помыла. Кошка так уменьшилась в объёме, сразу хвостик такой тоненький. Короче, обалденная пена. Пахнет нежненько, так вообще крутая штука. Пену хорошую даёт. Спасибо, Полина. И если что, я вам такую пену советую. Я буду её юзать в феврале. Я так планирую хотя бы где-нибудь, ну, раз в неделю в ванну-то делать. Или где-нибудь раз в 4 дня. Вот эту штучку я ещё не открывала, хотя собиралась. Это тоже от Полины, это Новосвит. Сыворотка за лица и шеи ночная. От шелуши отобновляет кожу, улучшает цвет лица. Использовать, где-то там было написано, применять 2 раза в неделю. Вот, если не забуду, может, сегодня применю. Хоть это ещё и не февраль. А если забуду, значит, применю уже в феврале. Да, я тут тебе не показываю. Может, ты обзор-то не видел этот? Если не видел, любопытно глянь. Вот сыворотка такая. Ну, обычная тут пипедочка, как для сывороток принято. Спасибо, Полечка. Так, у меня тут зубная паста, которую я как-то купила на Вайтберрид. 220 грамм, китайская. С черникой. Вкус такой, знаете, черничная добавка. Вот, там никакой мяты нет. Там вот именно черничная добавка. Я не сразу приноровилась к ней как выдавливать, потому что она такой тоненькой, легким гелиобразной штучкой идёт. На щётку. Мало выдавишь, будто пустой щёткой по зубам елозишь. Чуть побольше выдавишь, пены прилично так будет. Ну, как бы нормально так. В итоге я где-то выдавливаю. Иногда чуть-чуть побольше, потому что нажму, она такая восьмёрка свисает у меня. Хорошая зубная паста. Новые зубы пока не выросли, но один молочный выпал. Если у вас вдруг молочный, то она поспособствует ему поменяться. Что у меня тут? Маска, которую я заюзала. Я думала, ну, как-то это, что я не ожидала, что она... Хоть там и написано, что у нас с этой самой, с каолином. Вот, я вижу, где-то я одну четверть так заюзала. В общем, я на сайте посмотрела, ну, в отзывах вообще, как её чё юзать. Её надо юзать где-то вот, если нормальная, ну, нормальная кожа сухая, смешанного типа, где-то один раз в неделю. Она такая вот, реально, калиновая маска. Нанёс, подержал, потом смыл. Кожа хорошая, как вот после скрабика. Это тоже отцвет. Это такая же фирма, как была в пустых баночках. Маклиф, какой-то русская фирма. Тут такая вот дырочка малюсенькая. Но задолбалась её выдавливать на самом деле, потому что там очень маленькая дырочка. Она там тоненькой фигнёй такой идёт, а пока выдавишь, триста лет пройдёт. Но хорошая маска. Я даже думаю, может, её вот на руки поиспользовать. Ну, как бы, вот в Гринмаве раньше была такая, ну, и сейчас, наверное, есть, просто у меня её нету. Маска такая, калиновая, она для рук. Нанёс, посидел, смыл, и всем счастье. Вот. Спасибо, Звета. Так, с чём у нас тут? Я решила заюзать его и никому не дарить, потому что в прошлом году я его покупала набором на подарок кому-то. Но сначала хотели крема, а потом перехотели. Я тут думала, ну, у него срок годности закончится, сейчас скажу. Так, чё у нас тут? В декабре этого года закончится срок годности. Я подумала, блин, а чё я тут геморюсь, я у меня это всё, какими-то лосьонами ноги мажу. Я решила его заюзать, как крем-донок. Это же крем-донок. Грин Мама крем для ног, шалфей и льняное масло. Мне вообще очень нравится этот крем, я раньше его регулярно покупала в Грин Маме. Сейчас узнаем, как он тут. Не, в этот раз он не зафольгирован, он просто вот открывается и сразу выдавливается. Раньше у них были флакончики, крышечка откручивалась, снимаешь фольгу и выдавливаешь. Такие крема у них по 50 и по 100 мл. Ну, вот это понятно, что 100 мл. В общем, приятный очень крем, я его решила в феврале заюзать. Я тут в аптеке купила себе, на аптеку.ру выкупила потом в аптеке, шампунь-целитель дегтярный. Шампунь, чистые, сильные волосы, без перхоти, кожа без раздражения для любого типа волос. У меня родственники очень любят подобный шампунь. А тут у меня волосы устали от детского шампуня. Я подумала, а что бы не купить себе такой, чисто попробовать именно такой. Я дегтярный иногда, дегтярный точнее, я почему-то дегтярный всегда, вот дёготь, но я его называю дегтярный, хотя он дегтярный, да? Покупала периодически, даже сама как-то делала, а то что-то руки не доходят сделать, может, вдохновения не хватает на самопальный шампунь. Но это хотя и мыльная основа есть, которую всё никак не заюзаю, кремообразная. Сегодня мыла им волосы, они довольно пышные были, не спутываются, хорошо промываются, ну, в общем, не скрипят, как бывает иногда вот скрипят волосы, и они чистые, но скрипят волосы, надо их чем-то увлажнить. Короче, может, они и скрипели так вот специально, не пробовала, не смотрела, но мягкие волосы после него, единственное, что, вот видите, если поспать два часа, ещё перед этим час поваляться, то объёма никакого. Но я его буду пользоваться в феврале, и вот ещё в последних числах января сегодня у нас 28-е. Так как я всё-таки планирую пользоваться ещё иногда какими-нибудь другими духами, помимо крема духов, то я решила открыть баночку Гималая интенсивно на увлажняющий крем. Раски пшеницы и сладкий медаль с природным витамином Е. Он, по-моему, и для лица, и тела, где-то я тут это читала. Где-то, короче, я это читала. Ну, сейчас уже потеряла. В общем, это от подписчика Сергея. Вот прям сейчас я открою. И он ещё зафольгировал, но вот я его думаю юзать чисто вот как крем до тела, если мне захочется, допустим, попрыскаться какими-то духами, которые по-другому пахнут, чем вот этот крем-духи. Поэтому я решил, что можно его заюзать. Небольшая баночка удобно будет пользоваться. Быстрее в пустых баночках окажется. Ну, в общем, где-то было написано, что он для лица и этого самого, и тела. Но я сейчас уже не наблюдаю, а искать тут мелко. Тут ещё он этот сладкий миндаль в составе. А, он уже был, я его увидела, читала. Короче, вот такой кремик от Гималая. Мне Гималая нравится, она неплохая такая. У меня была какая-то мачка мятная от Гималая. Так, у меня ведь тут ещё чё-то. Тут у меня ухода, блин. Дофига. Ну, сливки очищающие, всё ещё. Живы, Гринмама, формула Таги, сливки косметические для снятия макияжа. Череда и корень дуванчика. Вот, сейчас буду кушать после этого. Потом пройдусь, а только после этого буду монтировать это всё. И вот смою этими сливками вот этот мейкап на губах, скажем так. И пойду хомячить. Можно, конечно, не смывать, но оно будет потом на чашке, на вилке, на ложке лучше смыть. Мне очень нравятся эти сливки. Я с ними больше, чем 10 лет знакома. Если вот вы что-то такое ищите, то вам советую. Единственное, что они вот очень суперстойкий макияж. За один раз не смывают. У меня просто были в арсенале, может, и сейчас есть, не знаю, как-то не загонялось. Долго играющие помады, которые не смазываются, не стираются, не покинулся в ближайшие 8 часов. И вот эти сливки там за второй или третий применение их смывают. Так, у меня тут от светочки. Нейкет или как там его. Опё это вообще называется. Опё, я не знаю, может, это не опё, может, это опиё. Хрен знает. Алмазный пирингет для лица корейский. Экономичный, очень мне нравится. Иногда его использую чисто вот... Мне ближе до ванны смыть вот этот какой-нибудь мейкап из губ. И его использую, и хорошо смывают. А иногда его использую по назначению, чисто вот как скрабик, нежный пиринг для лица. Иногда два раза в день, иногда каждый день, иногда, когда вспомню, раз в 10 дней. Когда как, короче. Тут где-то ещё вот, ну, одна треть осталась. Может, он будет в пустых баночках в феврале, не знаю. Я думала, что он в январьских пустых баночках будет. Но вот как-то не случилось, ещё что-то есть. Спасибо, Светочка, мне очень понравилась вот эта штуковина. На год у нас в феврале. Так как я не знаю, будет ли у нас ещё суперхолода, но когда были в январе суперхолода, меня спасала вот эта фигня, которая давно снятостью в Гринмаме. Которая уже до хрена давно просрочена. Но так как там нет ничего такого, которое вот может испортиться, она не испортилась. Потому что тут состав. Белый вазелин. Гусиный жир. Но он ещё живой. Минеральное масло. Парафин, парфюм, метилпарабен. Тока, в общем, витамин Е. ВНТ. Не знаю, что такое ВНТ. Это у нас бальзам. Бальзам – это жировой крем, не содержащий воду. Защитит вашу кожу от обветривания и обморожения при низкой температуре зимой. Короче, наносить защитный бальзам для лица и рук от морозной погоды с французским гусиным жиром. 50 мл. Серия Дениса Зорнина. Я не знаю вообще, Дениса Зорнина у них ещё есть в этой Гринмаме, эта серия. Но у них средства у Зорнина были приличные такие. Я даже не знаю, где у него тут срок. Ну, когда он тут это, откинул копыта. Да, он в декабре 2014 года откинул копыта. Но он всё ещё живой, он всё ещё нормальный. И он меня очень спасал, когда тут было минус 30, минус 25, минус 20, даже минус 15. Перед выходом на улицу на лицо наносите и на руки. И вообще, на носик там, если вот так вот. Если у вас вот так вот только вот, допустим, тут закрыто, тут закрыто, только носик видно. Очень спасает кожу реально. Я решила, что что бы его не обозреть, он в январе был, хоть и не заявлен, я про него даже как-то и не подумала, что вот холод такой. И последнее, по ходу дела, средство. Дальше уже постунки пойдут. Ну ладно, перекись водорода. Перекись водорода я и промываю уши. Пусть бот выходит, раз она уж тут стоит. И вот эта вот штука я и сегодня пользовалась, пока они были пышные. Ну, в смысле, пока они были мокрые. Это тоже отцветы, это бальзам двухфазный моментального действия с экстрактом овса. Его надо потрясти, вот он так-то, ну, как бы расслоившийся. А сейчас всё равно уже, ещё не успел отойти от тряски. Я когда на середину щётки деревянной для волос прыскаю, потом один раз прыскаю и расчёсываю. Когда вот где-то так вот, в этот раз я прыскала сюда и сюда и расчесала тут же. Приятный аромат, хороший бальзам, он, наверное, что-то полезное делает. В общем, он мне нравится. Я вспомнила, что у меня был масляный бальзам, чисто такой вот. Я не помню, надо было его трясти или нет, но там просто, по-моему, масляный какой-то бальзам был. Масляный волос это было, вот ещё от какой-то подписчицы давно ещё. И вот такой я тоже, благодаря вам, зрителей, вообще узнаю, что какие-то такие штуки бывают. Вот этот отцвет, и очень мне нравится, хорошая штука. Я иногда забываю им пользоваться, а иногда вот, ну, понимаешь, что вот бывают такие волосы как-то спутанные, и его прыс-прыс. И он как-то даже улучшает расчёсывание. Хорошая штука. Спасибо. В общем, это вот весь мой огромный уход на февраль. Обалдеть и не жить. Если вы хотите поддержать мой канал финансово, то можете вот здесь, вот облачко, сделать это ссылкой в инфобоксе. Если вы ждёте АСМР, но ещё никак не дождёшься какого-то определённого, то вот здесь вот облачко, можете подписаться на Бусти. Ну это, если хотите мне что-то подарить, то ссылка до востребования в инфобоксе, а адрес ближайшей ко мне базы выдачи находится в чатике в телеге. Ссылка на чатик в телеге тоже в инфобоксе. Всем спасибо за просмотр. Если вы что-то подобное юзаете, можете поделиться в комментах. Я вам поставлю как минимум сердечко. Всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.